I have ways of blowing things up Самое смешное, что в начале разработчик меня предупредил, что, типа, конечно, она круче играется на геймпаде, но клавиатура тоже отлично подойдет После чего я потратил минут 10, наверное, протыкивая практически все возможные кнопки в поисках кнопки подтверждения Enter здесь никак не работает, стрелочками никак не листается Ладно, листается оно с помощью WSD Но любая кнопка, кроме кнопки подтверждения, вызывает, типа, закрытие экрана А потом ты пытаешься найти, чем что-то там нажал Оказалось, что кнопка J Кнопка J, блин, кнопка основной атаки, это кнопка подтверждения Офигенно приспособили под клавиатуру, ничего не скажешь Да, новая игра, поехали, обычный, игровой, новая игра Нет, обычный, игровой Ага, у нас есть... Для тех, кто хочет сосредоточиться на сюжете, обычный Нет, для тех, кто хочет сосредоточиться на сюжете, легкий Я вам подскажу, как это работает в играх Высокий, это для тех, кто хочет испытать себя в бою А очень высокий, это для тех, кто уже прошел игру не один раз И хочет ее задрюкать на все ачивки Так что у вас тут распределение немножко неправильно Высокий, рекомендуемый, предусмотренный разработчиками Рекомендовано большинству игроков Я считаю это неправильно Но раз у них тут проблемы с терминологией То мы давайте пойдем на рекомендуемом Но если что, потом перейдем на обычный Посмотрим, посмотрим Я пока просто ничего не могу сказать Потому что я не видел геймплей Но мне интересно Среди звезд ночи есть страна Которая, как само воображение Однажды ночью там появились лабиринты Полные необычных сокровищ и жутких чудовищ Их назвали подземельями То были странные, постоянно меняющиеся руины неизвестных земель Погодите, это рогалик? Почему я тут думал, что игра на прохождении? Если это рогалик, то да, сегодня будет посмотряшка Скоро подземелья образовались Та-та-та-та-та Среди поселенцев сильнее всего уделялись две группы Герои и торговцы Одни искали славу, другие богатство, что логично Те, что искали славу, тоже искали богатство Но подземелья, казалось, слишком опасны Скоро их закрыли Слишком много людей сгинуло в их глубинах Жизнь в деревне стала непростой Особенно для молодого владельца самого старого магазина Это средняя скорость прокрутки, если что Уилл давно мечтал открыть таинственную пятую дверь тех подземелий Джей продолжил Спасибо Почему вот этой кнопочки Джей продолжить у меня не было в меню основном Почему я должен был протыкивать всю клавиатуру, блин? Хм, загрузка Поехали Блин, это рогалик Хе-хе-хе-хе-хе Я не играю, если что О! Так Стол я разбиваю, камни я не разбиваю Камни спотыкаюсь, хорошо Перекат, перекат Ну я этому уже научился, спасибо Пока что это как ганжин, только сложнее, потому что тут Мышки нету Очень затянут с перекатами Я их веником убиваю, спасибо Да, я тупо дерусь веником И это лечится Да, это я уже прочитал Я когда добрался до Подожди Джей, да ну а кто придумал вот этот быстро переместить спасибо по крайней мере скейп работает я там кстати была такая штучка когда начинал играть типа подпишитесь на разработчиков он отзнать все горшочки разбирать пишите на разработчика получите себе поэта так что я надеюсь ох ты же ох ты же да поверни же что я не могу откатиться и сразу начать атаковать я как-то порталы должен бить а зелью мне больше нету я должен тут умереть ну то есть если это по сюжету но тогда да спасибо 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 не на самом деле это очень подло ну то есть если тебе дают непроходимую комнату дайте шанс дайте хотя бы шанс пройти пусть это будет сложно здесь шанс пройти не было абсолютно никакого то что мне не понравилось пока что в боевке так и бедный паренек то что ты перекатываешься и ты не поворачивайся сторону врага то есть ты перекатился должен отдельно повернуться в сторону врага и только потом бить без мышки это все трудно совсем один отдыхаю теперь ты со мной дайте поэтом я его честно заслужил на у тебя тут магазин графика офигенная рисовка офигенный просто мне очень нравится как это все выглядит еще в детстве когда ходить-то только толком не мил ты интересовался подземельями сомнений нет и одержим тем же чем и старый пик доброе утро что наш маленький торговец откусил кусок не по зубам но если швабры драться уилл выслушай меня вот суровая истина ты последний своего рода последний кто остался управлять лунным светом нельзя так себя истязать рисковать жизнью ради этой бессмыслицы про пятую дверь глупо перестань найти пару артефактов а потом воспользуйся подсветкой и покинь подземелье под подвеской покупать земель и кратере кратера ради прекрати пользоваться своей метлой неразумный парень одному ходить опасно возьму вот это когда-то он был моим теперь мне его мне от него мало толку ну-ну вставай светло уже не хочу чтобы это на весь день магазин забросил посмотри посмотрим смогу ли я в темяшек твой голову те уловки что когда-то на давным-давно усвоил от своего деда нам дали броню меч почему разработчик не дал возможности пройти игру с метлой чтобы успешно торговать нужно знать того фактора нужно знать цену каждой вещи а также спрос на нее давай открывай магазин впускай покупателей как же неудобно то видео лучшая реакция идеальная просто предмет не слишком дорог для покупателя не слишком дешевка тебя не забывай следить за реакцией покупателей именно так твой дедушка определял правильные цены поэтому сейчас реакция не понравится думаю не стоит и говорить что за предмет это ты слишком много просишь усвоил урок наконец следи за тем чтобы не продать слишком много популярных предметов на полнейшими рынок придется снижать цены смысл в том чтобы спросить побольше денег когда на что-то высокая спрос и низкое предложение доставая книжку торговца в ней должны быть записаны все почему игра без мышки и ну ребят ну серьезно гораздо уж удобнее было бы который ты собрал и по найденным товарами артефактам и так и и и и и и и и нейтральная пейджа пейдж даун офигенно же просто вот и закончилось вот и закончился похожий день не не дали ничего полистать не ряд открой закрой все я пойду без меня ты справишься лучше вернуть этому магазину был и слава твоя задача а не моя это у тебя в крови уилл не подведи нас а пока что советую тебе испытать свой новый меч ночью в подземельях опасно чем опаснее чем днем ну и артефакты получше главное слишком далеко не заходи и подвеской пользоваться не забывай идет сохранение а теперь иди старые уже надо отдохнуть ну давай иди ну то есть где куда карта м как так тут поговорить можно городе все время ходи ходили любопытные слухи про подземелья говорят что определенные артефакты проще найти ночью я понимаю где чертова подземелье а тут прочитать подземелье спасибо ну хоть карту не дали за твой а вот только так вот типа вот эти данжи открыты пятая дверь все я понял да поехали вот это интересная тема мне почему-то гиперлайт дрифтер вспомнился просто игрушка очень классная но я ее дропу буквально через часа три игры из-за отвратительного управления я не хочу что сейчас произошло то же самое так карта подземелья внизу рисуется хорошо а есть какие-то тайные двери это довольно странно но каком-то отражу отражать как тупиковая все надо собирать любые ветки любую любой каприз за наши деньги так он не сил очки нет ухты же ай столько пешки навешал мне по морде это нужно как-то комбинировать с воротами но я же говорю что направление у ворота и направление удара я собираюсь отходить он взял за станет сяну серьезно что меня часто ударил я так понимаю что лучше не сваливаться а а использовать жерель или амулет или как что там говорила о здрасте скелетом можно пообщаться обращаясь к тому кому-то идет больше чем не мое время на исходе я ранила странное существо на другом краю комнаты моя подвеска в этой драке едва не раскололась но видел бы ты его ему все ему смею заверить досталось куда больше чем мы не он застал мне врасплох когда когда я наблюдал за ним у комнаты стража убегая он убронил пару предметов один из которых это карта схема в общем выходит я был не про и я был прав у меня называли сумасшедшим говорили мол безумный пицца всем сглузду злихов но я был прав каждый страж подземелья должен обладать чем-то вроде ключа все они связаны с этой огромной запертой дверью снаружи подземелья той самой пятой дверью реноки увы я уже не не увижу открытие этой двери у того кто меня нашел я прошу прощения за запах схема должна быть где-то рядом прошу тебя открой пятую дверь реноки это подземелье не то не те чем кажутся большой босс меня убьют я должен всех их всех выпустить перенады гоняться за этими странными существами укравшие мои вещи большой босс будет так недоволен маленьким мной так ну типа собираешь четыре ключа открываешь пятую то есть убиваешь 4 босса все вроде логично 1 2 3 4 5 5 5 монеток л и ты возвращаешься домой то есть л хорошо а есть за таком-то даже выйти не смогу да все-таки карта ну м же ж карта я нажимаю ну вы чё ладно л это те кого я убил этот сколько сундучков я нашел этому это так и от города не знаю может быть нужно будет попробовать это управление все-таки на геймпаде хотя как по мне у меня выплюнуло жизнь сразу полная это радует вернулся я владелец лунного света вроде ты наконец-то получилось правильно использовать пользоваться подвеской давно пора парень так что это у тебя эта карта подземелья откуда она у тебя нашел старого пита мертв ясно вот что бывает когда еще что за что за этой дверью забудь был забери нужные артефакты из подземелья голема и присматривая за лунным светом еще я заметил на доске объявлений предложения которые могут тебя заинтересовать здесь хотят обосноваться какие-то лавочники попробую ожидать город ну как видно нужен будет старый стартовый капитал неплохо было бы вдохнуть в риноку новую жизнь да неплохо можно ходить то буду но что что пока катсцены не закончилась еще к цены такие хорошо я вас по можно ходить буду спасибо что можно поговорить это все классно прочитать город магазин давай город сначала подземелье кажется вам слишком сложными в усталец своего старого оружия могу решить проблемы этим это принесет мне достаточно денег и материалов моя кузница это кузница так хорошо грубая сила совсем не помогает вам подземелья заходите деревянную шляпу там вы найдете зелье завара и зачарование на любой случай отлично им нужно по 500 монет у меня ни того ни того нету это классно так разместить а то что у меня есть я уже могу изменить серьезно а ну вот как бы ты вообще что такое кристальная энергия так камни зубы железный назад закрыть быстро а как мне про него что-то узнать подожди и железный брус железо вполне обычный материал но при этом базовым для базовый для любого совершения среднего уровня точильный камень таких много не бывает корень гигантского растения очень полезен изготовление новых луков лоза прочный гибкий материал исполнен клубками для защиты ядро голема кстати сердце голема мы нашли способы управлять энергией но не можно создавать из нее жизнь как это делают големы так ну давай ядро здесь поставлю за сотню посмотрим на реакцию людей давай стеклянные линзы какие-то дни не подожди вот эти вот клубки а ты кто золотые руны давай здесь поставим за две сотни я просто без понятия су что как стоит вот здесь вот одну поставим там я не знаю за то не ты за 50 хорошо я не могу его сейчас удерживать мне надо скорее всего пойти поспать ну-ка прочитать хорошо я тебя понял открыть блин серьезно это мне вот так вот супер все нафиг давай спать с утра откроем магазин так сейчас идет сохранение 3 января супер сейчас посмотрим что скажут люди по ценам так вот это он за 110 хочет покупать тот за 100 продавал я помню продешевил да а как не блин она с сундуком не пересекается серьезно я продешевил явно с этим с ядром так ты ну хотя бы пятерку ты будешь стоить посмотрим пятерку он тоже не стоит это его или это его старая реакция вот сотни это нормальная реакция на вот эти за пятерку за пятерку его забирают хоть и не особо желательно за пятерку его забирают хорошо давай все сюда за там я не знаю не за пятнашку фиг с тобой золотая рыбка теперь сталь ну давай за пятерку попробуем как она будет железные брусы это у нас принципе одинаковые так ты у нас насыщенная желешка цена тебе давай десятку ты же насыщенный да смотрим на реакцию ядро точно у меня сейчас заберут какой сто тридцать пять пятнадцать за ш я ставил цену я ставил цену за все за четверку тридцать шесть да идите покупайте короче а а железные прутья гораздо дороже стоит ставим железный прут за десятку поднимем цену в два раза жилейку никто не оценил давайте также линзы попробуем продать за двадцатку скажем попробуем посмотрим как она будет сейчас жилейку посмотрим жилейка дорого и это а дорого но ты берешь линзы за двадцатку это очень офигеть с железками я опять прошлепал так железки идут гораздо дороже давай сюда все и продаем их по двадцатке за штуку пофиг вообще жилейку никто не хочет так это ты за сотку идешь жилейку давай за пятачок продавать посмотрим на счет корня ну давай тоже за пять железо можно гораздо дороже продать я вас понял железо можно гораздо дороже продать я вас понял так жилейка прокатывает теперь там 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 закаленная сталь за слиток сколько я могу за нее запросить давай сотню за слиток посмотрим корешки идут за эту цену супер это не корешки были а вот эти вот по пятерочки да да железо гораздо дороже стоит железо гораздо дороже стоит давайте тестовое за 200 посмотрим нас железом гораздо лучше обращаться потому что и палочки железные дороже гораздо стоили и железные скрытики гораздо дороже стоит ну то есть сейчас посмотрим что он скажет 200 это все равно дешево офигеть давай 400 я не против так баланс кристальная энергия ядра голема это то что а здесь стрелки кстати работают почему-то где-то стрелки работают где-то нет итог 1500 я наторговал джей типа вечер наступил пойдем сможем ли мы нанять ну раз у меня есть деньги пришел построил поставил продавца ушел ладно кузню сделали город директор да да супер эти два магазина мы построили себе а в магазине что я могу сделать предметы в ящик предметы по скидке для распродаж ухты 4000 4000 тренд детс как дорого 8000 маленький сундук удобная кровать у дополнительное здоровье в принципе это все очень прикольно а где часы ладно поговорить с этим андрей о ты наверное уилл это ведь тебя потребовал ведь тебе потребовалась моя кузня меня зовут андрей я кузнец большого таланта эх если тебе нужно оружие или литспехи заходи в кузню-вулканы Так, ты у нас... А что? Тканная бандана? Ты кузнец, и ты делаешь тканную бандану? Серьезно? Железный шлем. Рецепт. А, мне еще... Мне еще и нужно... Офигеть! Иногда и Q листать, а здесь ZC листать. Это просто... Жевать, не переживать. Хорошо, я тебя понял. Это будет долго и дорого. Но, опять же, это рогалик, я это понимаю. Хоть он с определенным финалом, все дела, но... Эрис. О, клиент. Прошу прощения, просто книга такая интересная. Да, я Эрис, мастер зелья из очарований. Или разочарований. Если понадобится зелье, заходите в деревню шляпу. Вы хотите что-то? Зельки. Тут можно... А, из блобов можно зельки себе делать. Подожди, рецепт 118. Это... За 380? Это я рецепт покупаю или просто баночку себе покупаю? Это интересно, кстати. Масса, сын мой. Когда я тебя найду? О, Уилл. Ты, случайно, не видел тут массу? Не видел. Масса кого видел, но массу не видел. Можно будет попробовать... Это выставлю на продажу по той же цене. Цену надо поменять. Хотя бы на 500. А ты у нас кто? Ткань. В общем, не обязательно продавать все, прикиньте. Можно что-то для себя оставить. Те же, чтобы спать. Такое ощущение, как будто душишь чувака. Идет сохранение. Отлично. Потому что... Вот, на 4 января мы с вами и закончим. Пишите, что вы думаете. Я пока на самом деле... Мне игрушка визуально очень понравилась. То, как здесь сделан аспект продажи и... Вот этого всего. Мне это все очень нравится. Единственное, у меня огромнейшие пока что претензии к управлению. Но, опять же... Ну, игра предупреждает, что лучше играть с геймпадом. Но при этом говорит, что так же нормально использовать клавиатуру. Клавиатуру использовать вообще ни разу не нормально. Управление через клавиатуру сделано максимально отвратительно через задницу. Поэтому я, скорее всего, попробую поиграть в эту игру с геймпадом. Вообще, пишите, хотите ли вы еще видеть продолжение. Или я буду играть дальше для себя. Я подожду, наверное, недельку ваших отзывов. Потом уже буду решать. Пока что, думаю, на этом будем заканчивать. Пишите, говорите, что да как. А пока что все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем молодушек. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok